В прошлом году, по большому счету, мы нашли варианты, как из него выходить довольно быстро. Я не знаю, как, я всегда говорю, что везет тому, кто везет. Поэтому, на самом деле, мы долго шли к этому, считайте, ну если мы лучшие в Европе, вторые в мире, наверное, не сложно было имя оставаться. В итоге, мало того, что мы отопрежно сохранили все свои позиции, мы еще и выросли с точки зрения экономики. Таких результатов, как в этом году, у нас еще не было, честно говоря. Просто кризис, я всегда говорю вам в головах, как у китайцев, кризис пишется двумя иероглифами. Одни называются «возможность переводить», другие – «перезвожность опасность». И в зависимости от того, как вы к этому относитесь, если вы видите только опасность, это одно, вы ее и получите. А если вы видите еще и возможность, вы начинаете искать и рано или поздно найдете. Нам повезло, мы нашли. Прошлый год действительно был таким годом испытания, годом адаптации к тем изменениям, которые случились очень внезапно. И никто из нас не был готов к каким-то там экстренным онлайн-форматам, карантинам, к закрытию компаний. Но мне бы хотелось сказать, что как раз в этом году все достаточно быстро адаптировались к новой реальности. И те компании, те команды, с кем мы работали, где мы проводили стратегические сессии, те команды, которые мы курируем, там, где я веду процессный консалдинг, в этом году сделали большой рывок вперед. И это увеличение объемов продаж и производства в 2-3 раза. Поэтому те, кто вокруг меня, в этом году очень успешны. Премия «Спирс» – культовый журнал в российской индустрии управления частным капиталом, в банковском бизнесе, много лет существует. Я сам штук 10 премий уже получал. И вторую премию, которая была получена в номинации «Лучшая инвестиционная компания страны», получили за 5 лет. Первая премия была получена 5 лет назад. И я считал это некоторым авансом. А в этом году эта премия была получена нами, на мой взгляд, с полным правом. Потому что компания действительно за 5 лет очень сильно спрогрессировала. Темпы роста, которые компания демонстрирует, они впечатляют. И с точки зрения активов, и с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения количества клиентов, с точки зрения географии клиентов. И финансовые результаты говорят сами за себя. Мы, если брать совокупность всех наших компаний, мы приближаемся к 800 миллионам долларов. Количество клиентов, которые у нас есть, это магическое число 660, не 3 шестерки, 660. Мы быстро проскочим 3 шестерки, мы не заметим. И приятно говорить о том, что мы приближаемся к 40% от этой величины. Это клиенты региональные, в том числе и новосибирские. И, конечно, для нас это критически важный проект. 20-й год провальный, я думаю, что для всех. Для всех сфер экономики, для всех, кто производит, кто торгует, и кто IT, и продукты питания. Потому что реально люди сидели дома, ничего не покупали, просто держали деньги в кубышке. 21-й год, есть определенное оживление, оживление именно по покупателям. То есть, все-таки люди пошли в магазины, люди начали покупать квартиры, мы наблюдаем. Люди просто достали деньги из кубышки и начали тратить. Ну и туризм, он тоже оживился. Этот год для бьюти-индустрии был достаточно тяжелый, но он был лучше, чем предыдущий. Я думаю, что следующий год будет еще лучше. Мы работали очень стабильно, почти в два раза увеличили объем выпуска продукции, приросли персоналом, приросли зарплатами. Такой был хороший прогрессивный прирост во всех частях нашей компании. Мы работаем, приспосабливаемся в разных форматах. Очень много доставки мы стали делать. То есть, как я это называю, кетеринг без обслуживания, когда мы в красивых коробочках привозим фуршетные закуски, и гости уже их сами расставляют на столе, кушают. Есть традиционные мероприятия. Сейчас мы проводим мероприятия кофебрейки, точно так же фуршеты. Но все люди, которые туда приходят, они все приходят по QR-кодам. Соответственно, все наши официанты, и я тоже, мы все имеем QR-коды в соответствии с требованиями. В общем, как-то жизнь идет, жизнь продолжается, появляются какие-то новые условия в жизни. Мы к ним приспосабливаемся, мы под них подстраиваемся. 2020 год был годом достаточно странным и непонятным, но мы достаточно быстро взяли себя в руки. И испытания, да, необычность, да, эксперимент, да, но мы движемся, не останавливаемся. Очень много новых идей, очень много. И, скорее всего, скоро мы о них объявим прям очень громко, потому что жизнь, она очень сильная, и мы, как люди, можем, на самом деле, все. Безграничные возможности у человеческого сознания, у человеческого внутреннего, вот этого духа. И поэтому мы преодолеем. А тут еще скоро Новый год, и я думаю, что пройдет и солнечное затмение, и все встанет на свои места. И мы будем еще крепче, выйдем из этого состояния более сильными, здоровыми, потому что столько, сколько мы занимались спортом в этом году, здоровым питанием, и вообще саморазвитием, такого еще не было никогда. Поэтому я, во-первых, хочу всех поздравить с окончанием этого сложного года, и в преддверии, прям вот очень скоро начнется у нас что-то новое. Я всем желаю сил, здоровья, самое главное, и много-много радости, и все у нас получится.